Здравствуйте! Вы смотрите седьмой канал в студии Александра Стрельцова. Сейчас о главных событиях в стране и мире за сегодняшний день. Прекращение огня в Сирии должно вступить в силу в ночь на воскресенье. Оно спасет гражданское население страны от падения в бездну, так говорят в ООН. И надеются, что план сработает. Подробнее об этом далее. Военные и лидеры вооруженных формирований должны использовать свое влияние и открыть пути для гуманитарных конвоев. Такое заявление сделал координатор чрезвычайной помощи ООН Ян Эгилан. В осажденных городах Сирии около 480 тысяч человек. Они остро нуждаются в продовольствии. Сброс продуктов с самолетов для 200 тысяч жителей города Дайер-Эс-Заур, осажденного боевиками ИГИЛ, оказался неудачным. Было две проблемы. Поддоны с продовольствием сбрасывались с парашютами, некоторые отнесло в сторону. У некоторых поддонов парашюты не раскрылись, продукты пропали. Теперь мы работаем с лучшими логистами по доставке гуманитарных грузов в мире, чтобы придумать пути доставки помощи 200 тысячам жителей Дайер-Эс-Заура, большинство из которых – женщины и дети. По словам Эгилана, гуманитарные конвои должны получить доступ в города Алеппо и Хомс. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стафан Дамистура добавил, для доставки гуманитарной помощи в Сирию необходимо приложить все усилия. «Нужно делать больше, работать более эффективно и безусловно. Мы все надеемся, что прекращение огня будут соблюдать, и это позволит добраться до людей, которым необходима помощь не только в осажденных городах, но и в других районах Сирии». Дамистура также сказал, в ближайшее время ООН объявит сторонам сирийского конфликта новую дату возвращения к прерванным переговорам. Что касается прекращения огня, то все участники соглашения должны будут остановить боевые действия в ночь субботы на воскресенье. Евросоюз пытается устранить внутренние разногласия из-за миграционного кризиса. Министры юстиции и внутренних дел стран ЕС на встречу в Брюсселе решили ужесточить пограничный контроль, если поток мигрантов не сократится к началу саммита ЕС-Турция. Он назначен на 7 марта. «До 7 марта мы хотим значительного сокращения числа беженцев на границе между Турцией и Грецией. Мы вложим в достижение этой цели все силы. Теперь это ответственность всей Европы. На национальных уровнях этого не достичь». Напомню, основной путь беженцев в Евросоюз пролегает по территории Турции. Оттуда в течение прошлого года в ЕС попало большинство мигрантов. В октябре Анкара согласилась сдерживать этот поток, повышая уровень жизни беженцев в Турции и поощряя отказываться от миграции в Евросоюз. Власть обещала лучше контролировать свои границы. В обмен на помощь Анкара получит 3 миллиарда евро. Кроме того, ЕС активизирует переговоры о вступлении Турции в Евросоюз и упрощении визового режима. Но поток мигрантов не сокращается, несмотря на неблагоприятную погоду. В этом году в Европу перебрались уже 110 тысяч мигрантов, и число прибывающих продолжает увеличиваться. Уже 7 стран Евросоюза восстановили контроль на своих внутренних границах, чтобы не допустить беспорядочного прохода беженцев. В итоге еще большая нагрузка легла на Грецию. Десятки тысяч мигрантов могут надолго остаться на ее территории. В зоне АТО за сутки погиб один украинский военный. В штабе говорят об активных боевых действиях. Спокойно было только на Луганском направлении. На Донецком, наоборот, спокойных территориях фронта не было. В ближайшее село Луганске враг более часа ввел в огонь по наших позициях. Активировались бои и в околице Горлевки. А именно в Зайцевом и Майорском там враг использовал минометы. А в Новгородскому несколько раз ввели по наших позициях в огонь снайперы незаконных збройных формований. На західных околицах Донецка окупанты провели серию потужных обстрелов поблизу Красногоревки. При этом противник неодноразово использовал БМП и минометы. На Мариупольском направлении эпицентром боевых действий остается Марьинка. Противник использовал там стрелецкую оружие и гранатометы разных систем. Также наши позиции в Марьинске и Гранитном обстреливали ворожие снайперы. Короткотрывали минометный обстрел с боку незаконного збройного формования произошел и в Широкином. Число погибших при обрушении части нежилого дома в Киеве может вырасти. Погибших может быть двое. По данным спасателей, под завалами остается еще один строитель, но он не подает признаков жизни. Напомню, гибель одного человека подтверждена официально. В ГСЧС говорят, не могут констатировать смерть, пока не достанут строителей из-под завалов и не осмотрят. Остаются шансы на спасение. Пострадавший может быть без сознания. Напомню, из-за обрушения здания, построенного в первой половине прошлого века, пострадали шесть человек. Пятеро из них находятся в больнице в тяжелом состоянии. В Непале разбился самолет. На его борту были 11 пассажиров. Это уже вторая за неделю авиакатастрофа в стране. Чиновники заявили, самолет исчез с радаров в горах в западном регионе страны, который граничит с Гималаями. После нескольких часов поисков на вертолетах спасатели нашли пылающие обломки судна на склоне у горного села. По словам очевидцев, самолет ушел в крутое пике, после чего столкнулся с землей. В Перу наводнение. Сильнейший за полвека ливень не прекращался 8 часов и вызвал хаос. Блокированы дороги, разрушены дома. Оползни перекрыли автотрассы в сельской местности. Метеорологи связывают непогоду с природным феноменом Эль-Ниньо. В этом году он значительно повлиял на климат многих стран. «Явление Эль-Ниньо обычно приносит мало дождей, особенно в горных районах на юге. И мы это наблюдаем в декабре, январе и начале февраля. Но со второй половины февраля дожди резко усилились. В некоторых районах они стали рекордными, каких не видели последние 40-50 лет». В провинции Куска, где находятся знаменитые ингские руины Мачу-Пикчо, реки вышли из берегов. Десяткам семей пришлось эвакуироваться. Власть отменила школьные занятия до середины марта. Непогода застала врасплох группу аргентинских туристов, которые направлялись в Мачу-Пикчо. Им пришлось перебираться через потоки воды по самодельным мостам. Сильно пострадала и провинция Арекипа. Там затоплены около тысячи домов. На помощь людям направлены спасатели и пожарные. Они помогают местным жителям перебираться на возвышенности. В Иране прошли парламентские выборы первые после отмены западных санкций. 50 миллионам избирателей предстоит выбрать 290 парламентариев в Исламский консультативный совет Ирана, а также 88 представителей Совета экспертов религиозного органа власти страны. По мнению аналитиков, эти выборы покажут реальный уровень доверия к нынешнему главе государства Хасану Роухани. Демократам, поддерживающим его, противостоят адепты консервативного курса. Они выступают против соглашения по ядерной программе и потепления отношений с Западом. Европейская комиссия может отложить решение о поведении безвизового режима для Украины. Об этом сообщают представители ЕС, пожелавшие остаться неизвестными. Они отмечают, такое решение могут принять из-за того, что Украина делает недостаточно для борьбы с коррупцией. При этом Еврокомиссия готова предложить безвизовый режим Грузии. С августа в Украине держателям банковских карт виза введут принцип нулевой ответственности, если с них будут украдены деньги. Это значит, что владелец карты не будет нести никакой ответственности, если деньги украдут мошенники. И это подтвердит расследование банка. О нововведении сообщила представитель компании виза в Украине Лариса Макарова. Она рассказала, этот принцип уже давно работает в США и его хотят распространить на весь мир. Компания дает украинским банкам полгода на внедрение нужных инструментов. К тем финучреждениям, которые не будут выполнять требования о возврате клиенту украденных средств, виза будет применять меры. Но какие они будут, не разглашается. До конца года украинцы получат земельные наделы. Таких граждан почти 100 тысяч. Это станет возможным благодаря разделению на паи государственных земель. Такую новость сообщил министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко. На эти цели ведомство выделило почти 200 тысяч гектаров. Кроме того, министерство планирует передать в фонд госимущества ряд предприятий для дальнейшей приватизации. К 8 марта Укрзалезнеться запустит 9 дополнительных поездов на популярных маршрутах. Речь идет о поездах из Киева в Ивано-Франковск и Ужгород. В южном направлении Киев-Николаев, Киев-Запорожье, Харьков-Одесса и Одесса-Черновцы. Специально обученные гигантские крысы из Африки помогают искать мины в Камбодже. Они остались после свержения режима Красных Кмеров в 1979 году. Как именно животные ищут опасные предметы, смотрите в следующем сюжете. Этим утром у Клетуса и других членов хвостатой команды много ответственной работы. Огромные крысы помогают саперам в сельской местности Камбоджи. Многочисленные минные поля остаются для местных жителей проблемой уже почти полвека. «Это минное поле было заложено Красными Кмерами, партизанами. Они сделали это, чтобы предотвратить нападение со стороны Вьетнама». Камбоджа – самая заминированная страна в мире. Начиная с 1979 года, от мин здесь пострадали или погибли 67 тысяч человек. Около 25 тысяч лишились конечностей. По грубым оценкам, в камбоджийских землях до сих пор скрыты до 6 миллионов мин и неразорвавшихся боеприпасов. Здесь, у деревни Трач на северо-западе Камбоджи, благодаря крысам, от мин очистили уже 2 гектара. «Мины были разбросаны здесь повсюду и стали причиной гибели и ранений тысяч людей. В одной только этой зоне погибло и было ранено 15 человек. Поэтому люди боятся выращивать здесь урожай». 14 специально обученных африканских сумчатых крыс привезли из Танзании. Там есть целая база, где их профессионально обучают искать мины, единственная в мире. Проект под названием «Крысы-герои» запустил в 1998 году бельгийский специалист по грызунам. С тех пор метод успешно используется в ряде стран. «В Мозамбике мы сработали хорошо. Не произошло ни одного взрыва, и мы обнаружили более 13 тысяч мин. Мы также продолжаем операцию в Анголе, где также не произошло ни одного взрыва. Думаю, наш африканский опыт может быть успешно использован в Азии». Обнаружив зарытое взрывное устройство, крыса подаёт сигнал. Останавливается, чистит мордочку и царапает землю. Мины на крыс не срабатывают. Грызуны слишком лёгкие. «У использования крыс много преимуществ. Поэтому мы привезли эту новую технологию для очистки от мин в Камбоджу. Чтобы очистить 200 квадратных метров земли, крысе потребуется 20-25 минут. А обычный метод занимает 2-3 дня». Есть у проекта и недостатки. Например, крысы не могут долго работать в жару и плохо чуют взрывчатку в густой растительности. Но сапёры уверены, по сравнению с их преимуществами это мелочи. Американский астронавт Скотт Келли готовится к завершению своей длительной миссии на МКС. Он рассказал, что будет рад вернуться на Землю, а орбитальную станцию назвал волшебным местом. О чём ещё говорил Келли, узнаем из следующего сюжета. На следующей неделе Скотт Келли отправится домой. За плечами будет 340 дней в космосе. Этот эксперимент был призван помочь тем, кто в будущем полетит на Марс. «Мне хочется думать, что это станет закладным камнем, фундамент предстоящих полётов на Марс». Скотт Келли стал участником годового эксперимента, которое поможет узнать, как человеческий организм адаптируется к невесомости, изоляции, радиации и стрессу от длительных космических полётов. Астронавт отмечает, такие условия делают жизнь на МКС достаточно тяжёлой. «Находиться здесь – это привилегия. И я надеюсь, что в будущем она появится у ещё большего числа людей. Это просто вопрос времени. Но здесь среда суровая. Например, нет проточной воды. Это словно живёшь в лесу в палатке целый год». Когда Келли вернётся на Землю, то установят сразу два рекорда среди астронавтов США. Первый – по самому длительному, беспрерывному полёту, который составит 342 дня. Второй – по суммарному налёту 522 дня. Возвращение запланировано на 3 марта. Это были главные события жизни мира и Украины на сегодня. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова